Продолжение следует... 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 Она как бы смутилась, как и так нельзя. Я всегда ходил в храм Божий, я хочу туда идти. И ей голос повторил, нельзя туда ходить, иди работай. Трижды повторился этот голос, но когда она решительно собралась идти в храм, она лечила страшные головные боли и заломила рука. После того, как она отказалась от своей затеи, она в конце концов успокоилась. Боль прошла. Как только боль прошла, она говорит, что все-таки пойду в храм, скажу. Как только она возобновила помысл о том, чтобы посетить храм, опять возобновилось то же самое. Нельзя туда ходить, идти работать, и опять началась боль. Вот такая процедура произошла с ней. Она, видно, дошла до нее, что произошло, потому что она какую-то информацию, наверное, имела у чипов. Попыталась она обратиться в органы, в свои органы трудоустройства. Дошла до ручного начальства, до генерала, и в беседе с ним объяснила, что произошло. Когда он это услышал, сначала он отрисал все чипизации, вообще, что с ней происходило. Но когда она объяснила, что с ней происходило, она попросила его отключить от компьютера. Он вообще-то сначала удивился, сказал, что это странно, поскольку мы проводили таких вот процедур, и никто у нас никогда не возмущался. Никто у нас никаких претензий не имел к нам. Во всем здесь, наверное, не попадались верующие, скорее всего. Вот. Но после этого он ей ответил, что, вы знаете, мы можем вас отключить от нашего компьютера, но, к сожалению, данные вашей анализы крови и все ваши данные отправлены в Голландию, а мы над ними не властны. В Голландию? Да. В Голландию? В Голландию, да. Член НАТО, кстати сказать. Ну, я не знаю, член НАТО, но не член. Вот. Но, во всяком случае, я просто передал. Передали данные. Самая порочная страна в Европе. Да. Да, да, да. Да. Но мне они сказали, что она, вернее, сказал, передали данные в Голландию. МВД, МВД, спецслужбы работают на Голландию. Ничего себе, дожили. Вот. И они сказали, что мы... На НАТО работают спецслужбы России. Раньше я занимался проблемой кодирования людей. Ну, как, просто изучал, как вот происходят гипнозы, как происходит сама процедура, зомбирование людей. И, в общем-то, много литературы я когда перечитал, обратил внимание на то, что еще начиналось это со времен войны, со времен застойных времен, когда Америка очень много внимания уделяла этим изучениям. И там непосредственно брали анализ крови, изучали именно кровь. На ДНК и на глубокую структуру анализа крови. И там было такое выражение, что через анализ крови вырабатывается алгоритм управления зомбированием человека. Понимаете? Алгоритм управления. Вот. Возможно, что сейчас чипы, которые они сейчас уже внедряют, происходят именно пока что на данном этапе для контроля человека, как бы местонахождением его. А в будущем, скорее всего, это будет уже психоаналитическая работа. То есть человек становится как биороботом, игрушкой виртуальной реальности. И мы начинаем играть, как люди играют виртуальность компьютера. Представьте, до чего доходит процедура. Нынешняя процедура, это не будущее, поверьте, это реальность, та, которая существует сейчас. И когда эта женщина обратилась, на каком основании вы мне поставили чип, на каком основании вы меня подключили, он сказал, вы просили номер, мы вам его дали. Вот так вот. Это явилось основанием, то есть написание заявления о принятии МНР явилось основанием для того, чтобы ей поставили чип. Вот. Я думаю, Господь, скорее всего, допустил это только из-за того, что произошло лукавство. Наверное, если бы она это сделала по незнанию, Господь не попустил этого. Но из-за лукавства не может быть лукавства. Не может быть, нельзя служить им Господом. Вот такая произошла история. Еще хотел вам довести несколько фактов. А? Чем кончилось? Когда было. А, когда это было? Это было в начале этого года. Где-то, ну, весной. Что с ней? Она пришла к человеку, духовному очень человеку, который живет вместе с нами, с родителями с вами, она плакала, просила, что сделать. Ну, он мне попросил, говорит, ну, помашься ты маслом, помолись, скажи, на чипку. А потом, когда я пришел к Басюшку, что же с ней делать? Он говорит, а что я теперь с ней сделаю? Что я могу есть еще посадить? Оперировать. Вы знаете, я не знаю, я не компетентен над вопросом. Скорее всего, может быть, этот чип можно и извлечь каким-то образом. Но я не могу ответить, понимаете, произошло лукавство, лукавство именно пред Богом, торговля. Вот я сейчас устроюсь на работу, а потом, может быть, когда я покаюсь, принесу каяние, я стану опять чистенькое. Понимаете, неприемлемый Господь такое. Будьте внимательны, осторожны. Это очень серьезно, поверьте, очень серьезно. А анализ крови делать нельзя? Не анализ крови делать нельзя, вы поймите, что... А, да, кстати, вот еще хотел сказать. Я тоже, когда начал размущаться по этому поводу, буквально через несколько дней по радио, причем по центральному радио, по средствам массовой информации прошла такая статья. Выступала полковник милиции по розыску без вести пропавших. Я не помню, к сожалению, фамилию. И она ответила, что всех сотрудников МВД, всех сотрудников особо опасных профессий будут проводить в обязательном порядке вот эту группу анализа крови, в обязательном порядке они будут проходить и глубокой вот этому учету, вот эту вот идентификацию через головной мозг, через кровь и через роговую оболочку и через отпечатки пальцев. То есть это для них в обязательном порядке. То есть если вы туда устраиваетесь на работу, вы уже как бы подписываете себе приговор. Если вы, пока вы, кстати, сейчас вводите, они хотят ввести закон и утвердить вот этот вот, чтобы закон утвердил, но по всей видимости они уже на них вводят. А остальным всем, остальным только с желанием личного заявления граждан. Это будет все вводиться. Говорят, очень удобно, когда у вас стоит чип, вас всегда можно и высчитать, и определить, и даже если с вами что-то случится, вас всегда можно найти. Даже если вас захватят в какие-то пленники или чипа, да. Вот она так объяснила. Кстати, это очень удобно контролировать вас. Да, для них может быть и удобно, для вас я не знаю. Для меня, например, это не хочется, чтобы мне контролировались. А на армию распространяйте? А? На армию распространяйте. На армию? А, вот на армию не везде. Именно в основном кто выступает за рубежом. То есть, сотрудники, кто работает за рубежом, и по всей России, может, наверное, кто по контракту будет. Но именно за рубежом. Вот. Хотя, в принципе, про армию она не говорила. Вот про НВД она упоминала. И те профессии, которые связаны с высокой опасностью риска. Вот. Вот под этим вот. Я просто довожу до свидетельствия то, что я услышал своими шагами. Что там еще у них есть? Там какие-то, может, другие гражданые заработки? Я не знаю. Я вам говорить не хочу. Вот. Еще такая вот у меня маленькая произошла. Вернее, мне это давно. Моиска, что это у вас стало больше всего? Сейчас, подождите. Вот. Еще хотел вам довести такую информацию. Правда, она у меня была давно. Сестра. Вот. Сейчас я вам это расскажу. Дело в том, что это было в 98-м году. Ну, пускай не прочитать сначала. Вот. Было в 98-м году. Ко мне подошел один человек и рассказал такую историю. Что в Москве двух, уже организованы в Москве две были секты, сатанинских сект, и одна была в Петербурге. Это был 98-й год, напоминаю. Специальные секты по воровству электронных карточек. Вот такая вот интересная информация. Сказали, что в 2000-м году вот такие секты будут организованы во всех крупных городах, а потом и во всех городах, где будет это все проводиться. И он объяснил, что я рискую своей головой, потому что эта информация строго конфиденциальная. Я знаю, что меня убьют за это. Но я хотел вам довести до сведения. Может быть, кто-то об этом все-таки узнает и доведут до ушей. Здесь, может, Господь меня специально привел для этого. В общем, он как объяснил, что люди, специальные асы, причем карманники, устраиваются в эту секту для воровства именно карточек. Если они украли деньги, они подвергаются смерти. Для них это, можно сказать, подпись на смерть. То есть запрещено воровать деньги вообще имущество. Только карточки. Они находятся на гособеспечении. Ну как, не гособеспечении, а на обеспечении секты. Вот. Причем асы-профессионалы, поверьте, высшего уровня, вот, будут воровать именно карточки. Скорее всего, это для того, чтобы сначала люди получат карточки, потом вдруг она пропала. Вы остались без паспорта, вы остались без средств к существованию, вы остались ни с чем. Чтобы заменить паспорт, поверьте, это не 20 минут. Вы знаете, что это такое. Если вы лишаетесь на временной карточки, лишаетесь всего, вы приходите, пускай вам двое суток, вам будут менять, вы двое суток не ели, ничего, пришли, получили новую карточку, сходили, купили хлеба, посмотрели, карточки опять нет. Вот ваша реакция. К чему вы придете? Вот таким путем люди заставят. Ну, вы знаете, мы не можем его сохранить от воров, давайте поставим вам на правую руку и на челон, и тогда вас никто ничего не украдет. Вот для чего, скорее всего, организуются ретесекты. Вот такая была информация.